Для меня очень важно, чтобы косметика не тестировалась на животных. Я не буду вставлять в видео страшные картинки, если надо, вы сами их посмотрите, но всегда проверяйте этичность той или иной фирмы на сайте PETA. В прошлом видео я вам показывала термалку от La Roche-Posay, которая в результате оказалась неэтичной. Я не знаю, как я упустила это из виду, но фирма La Roche-Posay принадлежит L'Oreal, а L'Oreal это ни разу неэтичная компания, даже самая жестокая на косметическом рынке. Поэтому, если вы знаете какую-то этичную фирму, которая выпускает термальную воду, то напишите мне, пожалуйста, об этом. Также под видео я оставлю ссылки на статью о вредных компонентах косметики и также ссылку на сайт, куда вы можете скопировать состав косметического продукта, и он вам выявит опасные компоненты. Это очень удобно на первых парах. Для кожи глаз из этой же линейки у меня легкий питательный крем. Также два раза в неделю я наношу на глаза масло и лишнее потом промокаю салфеткой, чтобы оно не стекало у меня по лицу. Сейчас у меня масло Таману, до этого было Органа и масло Шиповника. Еще мне очень нравится, как улажняет масло авокадо для чувствительной сухой кожи, как раз оно очень хорошо подходит. Ну и, конечно, для глаз у меня особая солнцезащита. Использовать ее не очень удобно, и приходится топить этот крем в пальцах сначала, а потом аккуратно наносить на кожу вокруг глаз. И также эта защитка оставляет белые следы. Это, конечно, большой минус, но пока ничего лучше я для себя не нашла. Он, конечно, защищает кожу на пятерку, поэтому даже вот эти вот белые следы я как-то закрываю на них глаза, потому что защищать кожу вокруг глаз – это для меня закон. После солнца, после пляжа я обязательно наношу какое-то масло. Обычно это масло, всем вам известный, yellow stick, какао, сайхерба, либо что-то другое. И также, конечно, я не забываю наносить масло на зону декольте и шею. Ну и пройдемся, наверное, по эфирным маслам. У меня их много, но часто меня спрашивают, какие купить новичкам. Я всегда отвечаю – чайное дерево, лаванда и что-то цитрусовое. Чайное дерево и лаванда – это одни из немногих масел, которые можно наносить на кожу без какого-то базового масла. Я больше люблю чайное дерево, оно антибактериальное и регенерирующее. Поскольку эфирка чайного дерева антисептическая, то вы можете обрабатывать слегка затянувшиеся раны и царапины. Это ускорит их заживление. И также чайное дерево подсушивает ненавистные нам прыщи и ускоряет их заживление. Для меня это просто must-have. Офи номер один я беру почему-то только вот это масло от Jason. Я не знаю почему. Как я начала его покупать на iHerb, так и покупаю только его. Еще я люблю лаванду. Она по свойствам схожа с чайным деревом. Тоже подсушивает воспаление, ускоряет процесс регенерации кожи. В маске добавляю ее с удовольствием и какие-то пилинги. Иногда наношу также на воспаление. Ну и по поводу цитрусовых эфирок. Как у меня всегда есть хоть одна из этого семейства. На данный момент это бергамот. Очень люблю. Для жирной кожи она необходима. Также для волос подходит. Но если у вас жирная кожа или смешанная, как у меня, то для регуляции секрета сальных желез в маске, в крем вы можете добавлять ее спокойно по капельке. И всегда у меня есть хоть одна цитрусовая эфирка. Для жирных участков кожи в глиняной маске они работают просто отлично. Они регулируют секрет сальных желез и снимают воспаление. Немножко подсушивают, поэтому нужно быть аккуратным. На солнце после использования цитрусовых, конечно, мы не выходим ни в коем случае, потому что можно получить ожог. Выбирайте цитрусовые масла, основываясь на вашем вкусе, потому что у них очень похожий спектр действий. И я думаю, что здесь главное подобрать то, что именно нравится вам на запах. Ну и последнее, очень важное для меня. После умывания я всегда пользуюсь только одноразовыми салфетками бумажными, чтобы удалить лишнюю воду с лица. Так как вы знаете, что утренние бактерии, которые собираются с нашего лица, успешно в течение дня размножаются. И вечером благополучно заселятся обратно с новыми родственниками, а нам это не нужно. Отсюда и прыщи, и какие-то воспаления. Никто не хочет этого иметь на своем лице, поэтому я вам рекомендую попробовать этот способ, если вы еще так не делаете. Вот и весь мой уход. Я не верю в чудо-крема и волшебные сыворотки. Я верю только в то, что молодость и качество кожи можно сохранить достаточно долго благодаря умеренному уходу и чистому сбалансированному питанию. А возрастные изменения, но они все равно дадут о себе знать рано или поздно, и с ними можно бороться только в кабинете квалифицированного косметолога. На этом все, я надеюсь, что вам понравилось это видео, если да, то не забудьте мне об этом сообщить. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok